Я улетела одна в Индию, я стала матерью второго ребёнка, я была как ментор, и в том году я записала мантру. Какая-то новая интересная история. Ребят, всем привет! Если вы это смотрите, это значит, вы на моём YouTube-канале. Да, YouTube снова быть. Это невероятное чувство, знаете, как я люблю. Я получала последние несколько лет колоссальное количество сообщений о том, когда будет YouTube. Поэтому моя команда меня поддержала, и YouTube быть. Сегодня такая вводная серия, несколько очень прикольных вещей. Первое. Вот эти аксессуары, такие случайные, не случайные, от нашего нового проекта. Да, я сегодня расскажу, чем мы планируем заниматься, к чему я готовлюсь. Я только что приехала из Индии, тоже немножко этим поделюсь. Будет короткий формат, где мы поговорим. Я очень жду ваши сообщения, очень жду ваши вопросы, чтобы формировать следующие такие токи, лёгкие. Может быть, раз в две недели я буду выходить с ответами на самые классные вопросы, и это будет сохраняться здесь, в YouTube. Я очень этому рада. А ещё, я здесь сейчас нахожусь, пока Солик спит, а Давидика быстренько отправилась с няней погулять. Поэтому у нас лимитированное количество времени, говорить я много не буду. Итак, из планов 2024. Выжить. Шучу. Планы 2024. Запустить три новых проекта. Честно, я... Вы знаете, что у меня есть ашрам в Москве, и сейчас мы живём на две страны. Вторая страна — это Дубай и Эмираты. Здесь одна из моих задач главных — здесь открыть ашрам такой же, как в Москве, только больше, шире, и с кучей разных фишечек, с новыми практиками. Последние несколько лет я делала очень глубокий ресёрч, что здесь происходит, и, конечно же, моя главная задача на 2024 — это открыть здесь ашрам. Пожелайте мне удачи. Много разных нюансов, но моей энергии столько и моего желания столько, что я не остановлюсь однозначно. Второе. Я решила запустить один проект сама. Мы долго с командой формировали то, как это будет. Это проект в социальных сетях. Сразу же, да, раскрой секрет. И по мере его готовности и презентации, когда мы брейнштормили с командой, в какой-то момент я встретилась с Мурадом, и он сказал, я буду в нём участвовать. Для меня это такая внутренняя победа, потому что я всегда считаю, что все наши совместные проекты с Муриком, они особенно такие с перчинкой, очень интересные. И он так вдохновился тем, что я делаю, что решил в этом тоже участвовать. Анонсировать мы будем, я думаю, даже уже через месяц это. И новый формат абсолютно нас. И очень-очень классно. Кстати, недавно слышала интервью с Адгуру, где он говорит и отвечает, когда ему мальчик, по-моему, или кто-то задаёт вопрос, что вообще о планах не говорят. И он ответил очень мудрую фразу. Он сказал, что если вы в чём-то сомневаетесь, то да, лучше не говорить, потому что это не такая энергия. Но когда вы на тысячу процентов уверены и хотите поделиться, обязательно делитесь. Но это моя история. И третья история. Я очень хочу начать снимать документальные фильмы про путешествия. Соответственно, да, я человек с колоссальным опытом. И все наши передачи на Первом канале, и все наши замечательные видео в таком новом формате. Мы вынашим это уже почти год. Я очень надеюсь, что в этом году мы это всё запустим. Помимо этого, конечно же, есть Ашрам. Помимо этого есть наш прекрасный Фолуми Ту. Помимо этого есть наши туры, поездки, которые мы делаем. Кстати, в Ашраме они проходят каждый месяц. В Фолуми Ту они идут только с нами три раза в год. И это тоже очень-очень большое вдохновение для меня и для команды. Я прямо этим очень сильно говорю. В том году у меня был новый опыт. Я стала матерью второго ребёнка. И это, конечно, такой челлендж был и есть до сих пор, но сложно. Но, с другой стороны, это колоссальные эмоции. Два ребёнка, это космос, они такие разные. Но об этом отдельно. Видимо, мне отдельно мамский блог надо. Если у вас есть вопросы, пишите на тему материнства. Я обязательно тоже этим поделюсь. И кто не подписан на меня, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, как тут на Ютьюбе принято это всё говорить. Я буду этому безумно рада и благодарна. В том году я испытала себя в новом амплуа. Я была как ментор и как наставник. Для меня это был абсолютно экспериментальный проект. Я очень давно к этому шла, потому что был большой страх того, что очень много инфопродуктов в социальных сетях, очень много инфо-цыганства и очень много шумных историй, к которым вообще не хотелось как-то рядом даже прикасаться. И даже несколько моих знакомых, когда услышали, что я делаю менторство, стали как-то хихикать и говорить на этот счёт. «О, ты тоже хочешь делать инфопродукт». Именно эти комментарии на протяжении нескольких лет меня сдерживали. Меня сдерживали, потому что мне не нравилось, что происходит в контексте инфо-цыганства и в контексте инфопродуктов. А свой продукт я не выгружала только потому, что я не хотела быть ассоциативной вот с этой всей историей. И многие-многие люди мне всегда говорили, что «Наташ, ну вот пока ты сидишь, запускаются такие истории. У тебя есть колоссальный опыт, у меня есть бизнес, у меня есть 20-летний стаж». То есть это не то, что я пару лет назад решила быть коучем или ещё кем-то. В разных сферах у меня есть реальные достижения, не на инфопродукте. И я много с этим работала. Я всё-таки запустила менторство, я взяла нескольких людей. Это колоссальный вообще, колоссальный опыт. Это очень круто. Я обязательно повторю в этом году. Если тоже интересно, отдельно, может быть, сделаю об этом выпуске или разговорную какую-то такую историю. Но это прям вау. Это вау. И было колоссальное количество людей. Из большого количества запросов я поняла, что людям очень хочется, чтобы их комплексно прогайдили в разных сферах. Я сейчас даже в Ашраме поменяла некоторую политику на 24-й год. Мы много в эту сферу работаем. Так что ждите, будет очень много крутых продуктов внутри Ашрама с разными нашими учителями космическими. Менторство, да, как я сказала. И в том году я записала мантру. Я никогда не писала музыку. Я написала музыку с музыкантами. И я написала текст. Так как каких-то колоссальных вокальных данных у меня нет. И нет амбиции развиваться в этом. Мне достаточно моих ораторских историй, да, и того, что я выступаю. Мне это очень нравится. Поэтому это такая аффирмация, мантра с музыкой. Я её буду анонсировать на следующей неделе. Ну и думаю, как раз вот у меня выйдет YouTube. И она уже будет в анонсе. Так что ссылку здесь прикреплю тоже. Обязательно её послушайте. Сделала с открытым сердцем. Колоссальный тоже опыт. Потому что я никогда не писала музыку. У меня нет музыкального образования. Представляете, да, сколько психологических блоков было в голове, чтобы как-то это всё сдержать и не сделать. Но, несмотря ни на что, я дизлексик. Несмотря ни на что, я проявила смелость. Я это сделала. Я безумно этому рада. И какая-то новая интересная история. Так, и ещё. Через месяц я буду на неделях моды. И, конечно, я сделаю мой любимый влог с недели моды. Милан-Париж. Я думаю, я их объединю. Я еду с командой. И давно этого не было. Вы тоже напишите, кто следил раньше за моими YouTube-ами с недель мод. Потому что это всегда сумасшествие. Тоже этому очень рада. В общем, друзья. А, и ещё. Год у меня начался с того, что я улетела одна в Индию на неделю. В мой любимый Ашрам Садгуру Иша Центр. На 7 дней на юридическую программу. Я ещё поеду, если у меня будет время, в марте. На глубокое изучение практики шунья. Очень хочу. Садгуру вообще, на самом деле, очень давно. Лет 5. История была так, что я ездила и собрала команду в паломничество. В экспедицию в Тибет. Мы делали кору вокруг Кайласа. Это был космический опыт. И после того, как я вернулась, это отдельная тема, мне кажется, разговора. Если тоже будет интересно, чтобы я рассказывала про какие-то точки планеты, буду отдельно об этом говорить. После этого я приехала и сказала команде, ребят, ну, это был конец мая. Я сказала, ребят, надо в конце августа ехать, вести группу в Индию. Куда? Не знаю. Надо ресёрчить. И ровно через неделю после этого разговора с командой нам написала команда садгуру и сказала, Наташа, не хотите ли посетить шрам садгуру? Я такая, да, это оно. Я собрала русскую группу со мной. Это был, по-моему, первый опыт, когда группа большая под моей гидой приезжала туда. У нас был отдельный переводчик, но это был космос. Я впервые познакомилась садгуру. Он сам тогда давал инициации в внутреннюю инженерию. Это одна из базовых его программ. Есть книги, кстати, внутренней инженерии. Я тоже советую почитать. И, ну, конечно же, много лет, много лет я практикую это. И никогда не было такой определённой тяги идти в другие программы, потому что она всегда в глубоких практиках. А вот в этом году есть такая потребность. И тоже буду этим делиться. Очень интересно. Сейчас я была на юридической программе тоже с разными практиками. Была и йога, были разные и пранаяма, и крия. Круто. Мои инсайты, помимо духовных каких-то восприятий, мои инсайты, у меня очень сейчас сменился фокус, сильный фокус. Ну, то есть я всегда, в принципе, здорово ела, но это такая интуитивная. Где-то здесь послушала, там послушала, интуитивно питалась. Вот сейчас, после недели с юридическими докторами, которые нас вели в Ашраме, у меня как-то это всё очень сильно изменилось. Я сейчас изучаю эту тему очень глубоко. Стараюсь смотреть, читаю несколько книжек. Есть такой Стивен Гандри, известный доктор и учёный, который занимается питанием. Я с ним познакомилась тоже, наверное, лет шесть назад лично. Мы с ним были в такой миссионерской экспедиции в Эфиопии. Мы там строили доступ к чистой воде. Там я с ним познакомилась. Честно, от невежества своего не знала, насколько это большой человек в теме еды и здорового питания. И тоже, общаясь с Адгуру, у него колоссальное количество на ютюбе видео на тему еды, питания, как лучше. И сейчас, на данный момент, это двуразовое питание. Всем, кому за 30, он советует, конечно же. Мне как бы давно за 30. 50% это raw, свежая еда. То есть не приготовленная. Конечно же, не есть на ночь. Конечно же, я не ем мясо. Он очень подробно рассказывает. Круто тоже оставлю здесь ссылки. Круто рассказывает про то, как мясо усваивается, как разные продукты усваиваются. Тоже очень интересно. И знаю, что мне на данном этапе просто практики или работы с телом, или духовная работа недостаточно. Мне нужна еда и биохимия, которая выделяется с потреблением пищи. И, мне кажется, 50-60% влияния на наше тело, на наше состояние. Поэтому вот это то, чем я сейчас очень сильно увлечена, помимо любимого мужа, неповторимого. Вот он стоит сейчас за камерой. Я очень рада вернуться на ютюб. Пишите свои отзывы. Для меня это очень ценно. Всё читаю, всё смотрю. До скорых встреч. Намаскарам. Намаскарам. Субтитры сделал DimaTorzok